Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Валерий Соловей дал большое интервью каналу Аркадий Янковский, в котором дал свою оценку последним политическим событиям в нашей стране. Ролик называется, лучше зачитаю, «Кухня оппозиции. Блиц. Аркадий Янковский. В.С. Валерий Соловей». И в частности, в этом интервью он и высказал мысль, которая у меня стала названием данной публикации. Правда, нужно оговориться, он высказал ее недословно, но смысл такой. Он назвал масштаб фальсификации на прошедших выборах в Госдуму чудовищным и сказал, что в России впервые был, как он выразился, африканский масштаб фальсификации. Но дальше он добавил, что он уверен, что это ненадолго. Вот как он об этом сказал. Вот В.Л.А. заинтересована в застое. Это понятно. И та политика, которую она проводит, нацелена на цементирование политического и гражданского пространства. Стабилизация его принципа. Да, собственно, выборы это как раз наглядно подтвердили. То есть любой ценой через задницу, ценой чудовищных фальсификаций, поистине африканских, это поистине африканский уже масштаб, протащить нужные для себя результаты, чтобы получить нужную для себя композицию Думы. Но я уверен, может быть, я не нахожусь в большинстве среди наблюдателей, но все-таки такая группа есть, оптимисты среди них, которые полагают, что все это продлится недолго. И далее он провел историческую аналогию со временем Чернинка. Ну, понятно, он оговорился. Он имел в виду время Андропова. И дальше он поправился. И он подчеркнул, что тогда казалось, что это всерьез и надолго. Но что показал исторический опыт? Он учит, что все может очень быстро измениться. И на его взгляд, вся быстрая выстроенная Путиным система власти сейчас начнет очень быстро разрушаться. И инициатива этого, скорее всего, будет исходить не снизу, по его мнению, а сверху. Поскольку внутри элит назревает непримиримый конфликт, этот конфликт связан прежде всего с моментом перехода власти. Этот переход намечен как раз на сейчас. Он должен начаться после парламентских выборов. А парламентские выборы вот они, прошли. И сейчас неизбежны кадровые решения, которые вызовут большое недовольство в улите. И неизбежна чистка силовых структур. А это приведет к тому, что власть сама по себе станет источником очень мощной дестабилизации ситуации в стране. И поэтому здесь он оптимист. Если у нас и состоится что-то вроде застоя, аналогичного прижневскому, то этот застой продлится очень недолго. Но он также хочет предупредить, что перед улучшением последует ухудшение. Будет период насилия, давления и репрессий. Но он будет кратковременным. Дальше он добавил, что кроме того, что, как он выразился, общество собирается. Но нужно что-то, чтобы оно пришло в движение. Выборы, увы, таким триггером уже ясно не оказались. Хотя и могли оказаться. Однако в воздухе чувствуется, что общество все вернее и вернее. Готово к действию. Что здесь можно сказать? В публикации название лучше зачитали. Жуковский и Левченко. Итоги выборов. В субботу всероссийская акция протеста. Я уже высказал мысль. Мысль о том, что данная липовая победа на выборах может оказаться для Единой России, вернее, может не просто оказаться для Единой России первой, а она, скорее всего, окажется такой победой. И объяснил почему. В номенклатуре сейчас не по плечу установить в России информационную блокаду. Ей сегодня не по плечу либо отключить интернет, либо ввести в нем жесточайшую цензу. А против правды может помочь только блокада информации. Это основополагающее положение ноосферного мировоззрения, убежденным сторонником которого я являюсь. Кстати, с позиции ноосферного мировоззрения установление информационной блокады это самое страшное преступление против человечества. Поясню, ноосферное мировоззрение конспирологическое, и о нем так просто не почитать открыто. Но рассказ о нем я уже начал в роликах, в которых рассказываю о моем научно-фантастическом романе «Темное пламя». Вступительные ролики, плейлист «Темное пламя» будут на конечных заставках. Приобрести текст романа «Темное пламя» в электронном виде можно будет по ссылке под роликом. Правда, до разговора об информационной блокаде я в этих роликах дойти еще не успел. Но почитать об этом можно в другом научно-фантастическом романе. Романе Ивана Ефремова «Час быка». Он тоже был конспирологом и тайным сторонником ноосферного мировоззрения. Это, кстати, в свое время привело к гибели Ефремовских форумов в интернете. Дело в том, что они были задуманы как коммунистические. КПРФ пыталась использовать творчество Ивана Ефремова для пропаганды коммунистической идеи. Но вот так, как говорил в свое время Петросян, КПРФ здесь обосрамилась. А супругов Двореченских, создателей самого крупного коммунистического Ефремовского форума «Красная застава», даже исключили из КПРФ за антипартийную деятельность. Но об этом, надеюсь, мы поговорим позже. Тоже, думаю, в цикле ролика в моем романе «Темная пламя». Однако здесь важна оговорка, и очень существенная оговорка. Ноосферное мировоззрение – это дальнейшая эволюция мировоззрения коммунистического. Точно так же, как в свое время и коммунистическое мировоззрение, стала дальнейшей эволюцией мировоззрения социал-демократического. И в основе ноосферного мировоззрения так же лежит идея социальной справедливости. Я позволил себе это небольшое отступление только ради одного. Ради иллюстрации своей мысли о блокаде информации. Повторюсь, с позиции ноосферного мировоззрения, блокада информации – это самое страшное преступление против человечества. И в романе Ивана Ефремова «Час быка» здесь подчеркнута одна основополагающая мысль. Режим, установивший блокаду информации, должен быть уничтожен любым. Понимаете, любым путем. Если надо, то даже путем прямого военного вторжения из космоса. Это первый закон Великого Кольца. «Объединение разумных, высокоразвитых цивилизаций двух галактик». Напоминаю, роман научно-фантастический. Но здесь, в этой публикации, для нас главное даже не эта мысль. А мысль, которая, так сказать, стоит рядом. Мысль по части быка. Что это такое? Это два часа ночи. Время, когда ночь предельно становится темной. Так сказать, достигает максимальной темноты. Но именно в два часа ночи, тем не менее, и начинается рассвет. На Западе есть пословица. Высшая точка прилива – это начало отлива. И это так. Очень красиво, на мой взгляд, эту мысль также высказал французский спириолог Норберг Кастера. «Если препятствия множатся, а трудности кажутся непреодолимыми, то это значит, что успех близок». Он высказал ее в книге «Заубездная». Так вот, сейчас, по всем признакам, мы с вами переживаем именно час быка. А значит, нам всем очень важно помнить, что это время не только предельной темноты ночи. Но это еще и время перед рассветом. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!